Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 4 глава, 12, 17 по 19. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петров, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Все ли это знают? Мы окружены со всех сторон, всеми специальностями, глазом неба. Рыба. Кто рыбу не видел? А посмотрите, сколько пословиц у нас. «Без труда не вынешь рыбку из труда». Так и есть. И вот тут сколько мы уже строим? И только теперь появилась настоящая рыба. И дальше «Арыбус». Арыбус, она безгласна, не будет безгласна, как рыба. Кова есть враг рыбаков, рыболовы называются. Вы как думаете, ловят с чем? Бывают на удочку, бывают какие-то садки делают. Но большей частью это не вот сеть. Ну вот у нас большое считается, это 30 метров, это большое. А раскидывают в море на 30 километров. Два корабля тянут. И сколько бывает иногда захватывают рыбу, исчисляется стая в несколько миллиардов. Сельдь как появляется. Как это все непросто? Итак, вы знаете, что рыба ловится, когда есть ячейка, сеть. Так и поперек. Ну как. А что это такое? Это означает пророчество, которое Бог дал. И чудеса, которые Господь сотворил. Тут написано, видя это чудо, обратились. И слыша исполнения пророчества, обратились. А у нас сегодняшние... А мы чудеса-то не можем делать. У нас есть тоже. Потому что Ветхий Завет учил, как жить на этой земле. Главное. А небе, разговоры, такие не велися. А у нас в Новом Завете. Ветхий Завет по земле. И Новый, и Новая Ниха. Эту степь у нас Господь улавливает. Он учит нас быть здесь на земле настоящими христианами. На которых уже не действуют никакие законы. Потому что ты, исполняя Божий закон, исполняешь все нравственные законы мира. Мы сейчас прочитаем 12 мест Писания, которые говорят о том, как Господь каждому дает осознать свои специальности. Эти коровы есть. Итак, с чему подоблю? И начинает говорить Господь. А стадия овец идет впереди. Овцы идут за ним. За чужие не пойдут. Ну, знаешь, как тесто замешивать. Взяла, например, муки. Положила закваску. Под доколем с кислом все. Сколько раз было? И ты каждый раз говори, Господи. А ведь это я делаю то, что является проповедью. И домашним скажи, как? Понравилось? И так Господь отдал тело свое и вкушаем в день причастия. Исход, седьмая глава, с 18 по 21 стих. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, скажи Арону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, и на реки их, на потоки их, на озера их, и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисея и Арон, как повелел Господь, и поднял Арон жезл и ударил по воде, речной, перед глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. Когда ничего нет, люди пользуются то, что природой дают. Я делал записи на монетокон. Бывшие наши близко знакомые, когда их раскулачивали, вот приезжала сюда Потеряева, от кого она называется, баба Есидокия Титовна, она жила на Саманово у нас здесь, привезли мы их. Муж Ируна у нас на кладбище, основатели потеряли, и не они, а до них еще там три поколения прошло. И они рассказывают, чем питались. Ведь это ни в одном мире такого не было, чтобы так власти ополчились против людей своих, уничтожали. Самые нравственные, самые добрые были люди, которые жили в деревнях. Они воспитывались в патриархальных основах, послушали родителям. Люди это все знали. И работали. Как пишет Твардовский, говорит, зарю с зарей смыкал мужик. Почему их назвали кулаками? Там, говорит, ложку взять нечем было. День и ночь работают. Не так, что комбайн сегодня несется, захватывает. Надо разбирать было. Как? Коса обыкновенная, там только приспособлена одна, чтобы в одно место. А потом стопы связать надо. Потом поставить, как называют мама, суслоны. Ну, как шалаш, чтобы кверху зерна, колось себе выросло. А выросло, говорю, высохло. И тогда молотить цепями. Палка длинная, на ней цепь, и цепь бьют на таку, чтобы выколотить. Сравни с сегодняшним. Ты посмотри, вот смолёт летит, три щита уже в Москве. А сколько тогда нужно было сделать? А нам помогает эту душу спасать? Вот вопрос один. Вот это сомнительно очень. Научились многое-многое. Они знают, что самое главное. Весь мир приобретёшь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь? Ну, когда мясо идёт у нас на реке, рыбы много, но это не ил, это не наши. Тут пруды. И что? И, наконец, дошли до такого состояния, что вся рыба погибла. Вода сделалась, как кровь. Какой стон стоял? Ни рыбу не взять, ни воды напиться. А это нас ждёт. Это написано. Откровение нам много вещает об этом. Сегодня мы должны к этому подготовиться. Как? Благодарением. Ну, посмотрите. Снимите или как там, что у вас на столе бывает. Ведь в городе этого ничего не видят. Мы когда покажем, как завтракаем, всё с огорода, это вы послушали бы. Я скорее к холодильнику, к пустой холодильнику, говорить. Итак, мы говорим о рыбаках, которые Бог избран и говорит, вы ловили рыбу, будете ловить людей. Итак, когда мы последний раз рыбачили? Ну, давайте подумаем и сами себе скажем. Да, неправославные есть. Когда на нас нападение тут было, а мы работали там на шлюзе, второй мостик. И в это время приехали, чуть ли не с Табуном, где-то 300 километров отсюда. Игорь знает откуда. Баптист, 10 человек. И поставили нам там концерт. Утешение какое. Да мало-то с ними и пели ещё. И они довольны. Заранее приехали, у батюшки расспросили. Можно нет приехать? Когда? В какое время? И как они там свернулись с дороги, то мы по сей день не знаем. Прямо приехали. То есть люди ищут, где сказать о Боге. Где пропеть песнь, славящую Христу. Вот у Баптиста здесь интересное песнопение книгой. У немцев гизангбус называется. Это восхождение. Книга, которая наполнена песнопением. Более тысячи песнопений, тысячи мотивов. Они любят Господа, но они не в церкви. Мы молимся о них, они молятся о нас. А уж остальное дело Господнее. И у них в одном стихотворении, ставшем песнопением, говорится. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, с ног один в руках нести. Вот об этом нужно всё время думать. День прошёл, а как это приблизилось? Десятина пойдёт ли на дело Божие? Кто нуждается во мне? Кто восхабить, когда не будет? Мы на днях только получили известие. Одна была здесь, принимала крещение Ольга. Ну, дня три назад, больше, четыре, умерла. Так она болела, я не знаю, что-то у неё там было. И все молятся. У нас содружество такое большое. Каждые два часа раздаются звонки на молитву. Два часа прошло, все на молитву. И каждый взывает. Подготовим себе тех, которые будут помнить, что они от нас получили живительную влагу. Мы считаем сейчас о рыбе. А какую можно есть рыбу? Неподряд. В этом завете ограничения, в Левитт 11 глава прямо говорится. Животное только те, у которых копыта раздвоены и разрез глубокий. И жвачка. Это корова, коза, овечка. Тушканчик жуёт жвачки. А там собачья нога, так скажем. У свиней разрез глубокий, жвачки нет, уже нельзя есть. А у рыбы, у которой нет чешуи. А у птиц, которые летают на нами, которые на море бывают голые, ныряют или пера нету, тоже есть нельзя было. В Новом Завете написано, что всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительное, если принимается с молитвой и благодарением. Нам это не запрещено, потому что тут рядом и Китай многие обращаются, миллионы обращаются. Их много там. Третий царств, 4.33. Я говорю о рыбе, о рыболовах. Цените это. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и с сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. Это говорил Моисей, когда приехал о Союзе Осадской. Ну а о рыбах-то где он знал-то? Сам он не ловил. Да, царь, что он будет ловить? Значит, знал. Рыба самая лучшая на стол подавалась. И почему она такая? Как она размножается? В какое время? Столько тайн, которые сегодня еще не разгадывали. И в оси. Была рыба такая, вдруг исчезла. И все фирмы, которые работали, консервы делали, все стали закрывать, судно продавать. А зачем держать-то? Рабочих всех распустили, нету. А один все время изучал в прошлом, как будет. И он высчитал, что рыба эта вернется через 4 года. 15 июня она будет проплывать мимо нас в Японии. И он давал за бесценных эти кораблишки, там, катера, все. И завод, который там солить, будут продавать, морозить. И смотрят на него, как на ненормальном. Так, 14-я, выезжай в море. И пошла рыба волною. Вот как грамотно помогает человеку. Надо знать повадки, скотины своей. Вот если другого нет. А рыба разрешается даже в постные дни. Когда и растительное масло не разрешается. Вот у нас в эту пятницу, на следующей неделе, будет престольный праздник в честь святого Афима Некомедийского. Если Господь благословит, будет два епископа, к которому это место соотносится. Сан-Антоний, звать его. Так, и митрополит Сергий из Барнаула. Пригласили главу администрации. И в этот день, ни в Барнауле, нигде не разрешается рыба. У нас разрешается. Как у нас, оставили святые отцы. Где престольный праздник, разрешается рыба. Значит, приготовьтесь к этому, чтобы никто не осудил. А как? Потому что праздничный день. Мы считаем себя под покровом Господа Бога, святых и Матери Божией Афима Некомедийского. Он единственный в мировой истории, который возвел всю общину на небо. Община была не 30 человек, как у нас, а 32 тысячи. Тысячи. И все были сожжены. И ни один не вышел. Рядом треножник стоит, разожженный. Возьми кусок мяса, положи, иди, все, тебе справку дадут. Ты выдал. Получил своего. Ни один. Это нам пример. И когда я был в Синоди в Нью-Йорке, я это рассказал и попросил, чтобы нашу общину зафиксировали, как в честь Свято-Анфимовской общины. Это было удовлетворено. Получили мы бумагу на это. Так, Исайя, 19, 8, 6. Рыбаки будут плакать. Почему это казнь Божия? А мы сейчас с Вабруном можем у нас минимум три пруда, четыре пруда даже здесь, в которых мы можем ловить рыбу. Мы сами запустили, сами пруды эти создали, по милости Божией, нас пытались доказать за это, приезжали, но мы все доказали, и они успокоились. Говорит, мы думали, что что-то общее, как вот, я говорю, обе, а обе эти счет, но это доказать надо, еще доказать нету. Ну, надо комиссию создать, чтобы доказали, что тут не протекает. И сколько, полтора миллиона заплатите, приедет комиссия, докажет, что обе здесь нету. А обе, рыба общая, поэтому там и правильно, с сетями ловить нельзя, удочкой ловить. Евангелие от Марка, 1-й грош, 17-й, 22-й стих. Я о рыбе говорю сегодня. Мы являемся той самой рыбой, за которой Господь пришел на эту землю и послал учеников, сделаю вас рыболовами. И сказал ему Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставившие свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел и Акова Зеведеева, и Иоанна, брата его, также в лодке, подчиняющих сети. И тотчас призвал их, и они, оставившие отца своего Зеведея в лодке, с работниками, последовали за ним. И приходят в Кабернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И делились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники. Вот как, все эти чинили, мы знаем, что сейчас такие берем, китайские, на один раз только. Дальше, займется как из паутины сделанное. Ну что ты успеешь поймать на это. И они подчинировали. И вдруг все оставили. Что отец о них подумал? Куда пошли? Завтра-то еще будете питаться? Вот просто надо в ту обстановку войти. Мы говорим, ну вот он избрал, избрал-то избрал. Но как они были к этому готовы? Они-то его не знали. Некоторые первый раз видели Иисуса из Назарета. И вот заметьте, когда Господь творил чудеса, давно народ здесь уже два дня, и питаться нечем. А у какого-то мальчика нашли хлебы и рыба. В того раз сюда опять хлебы и рыба. Вспомните, когда Господь воскресший стоит на берегу, а ученики всю ночь рыбачили, в сети забрасывали там небо, ничего нет. А Господь говорила, забросьте с правой стороны, и они вытащить не могли. Ну я вам сразу сказал, говорит, это Господь. Петр был непокрытый ногой, написано, подпоясался с там одеждой своей, переплыл. И видит на берегу костер, и на нем рыба. Костер и рыба. Видите, как готовить. И хлеб. То есть это вот самая та еда, которая для православных христиан не запрещена даже в монастырях. Вот. Пост великий у нас нельзя рыбу есть. Ну только на Благовещение, на верное воскресенье. А в Соловецком монастыре можно. А почему? А там ничего нету. И написано сущий, то есть сушеная рыба. Хлеба нету. А где они? На острове. Поэтому их не осуди за это, и поделись мудрости тех, которые составляли эти уставы. Они учли все абсолютно. Где находятся? За что Бога прославить? Научимся славить Бога. Вот. А кит, большая рыба. Не рыба, это животное. Жабры в ней нету. А сколько сортов рыбы? По сегодняшний день никто не знает. Находят на самых глубоких падинах в океанах. Никто не знал, что такие есть рыбы. Есть рыбы, которые ничего не сделают. Только прикоснется, даже крокодилы, кверх ногами. Электрический ток в ней. Высокого напряжения. Другая рыба, у нее как шило сзади. Он все время работает с этими, видели, плавающие, как тарелки такие. Она его ткнула, и тут же трясет, и человек умер. Поэтому с рыбами осторожнее надо быть. Потому что у нас рыба хорошая, но костистая. Поэтому детям никогда не давайте. И руками щупаешься, и не ущипаешься. А ребенок, он не понимает этого. И вот я знаю, говорили архиереи, я его знал, ташкентский. Ел рыбу, подавился и умер. Это серьезное дело. Поэтому никогда не торопись, когда тем более наша рыба. При мудрости Соломана, 2.24, считаем так. Завистью дьявола, смерть вошла в мир. Ее испытают все, принадлежащие делу его. Матвей 10.6.7 А идите на Ипачи к погибшим овцам Дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Откуда идти? К погибшим овцам Израиля. Не просто овцы, а погибшие. Давайте о русских людях подумаем. Сколько людей, которые ничего не знают о Боге. А как? Хожу в храм, причащаюсь. Священники часто говорят, чаще исповедуйся, причащайся. А на благовестие кто-то ходит? А что это такое? Они даже не знают. У нас тут было, когда попросили, напишите, кто как обратился к Богу, как оказался в общем. Некоторые говорили, дом построю. Я напишу, построил? Нет ничего. Дальше. Ну, поехали на благовестие. Господь посылает. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, а службен будет. И вот не спусти меня руками и виси. Господь взвесит тогда на своих местах. С чем ты пришел? А если накормил, напоил, обратил к Богу, то эти люди ходатаями будут. Господи, пощади их. Наши ходатай на небе сегодня, которые обратились люди. Здесь было сколько людей уже? 28-19. Матфея. Мы считаем Слово Божие. Так немножко поднимите, показывает, чтобы был надпись. Вот видите. Это Библия. Поэтому, если я говорю что-то на памяти, но и засомневаются, так ли это. А здесь абсолютно до одной точки, до одной буквки считаем правильно. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Идите. Говорят, да это апостолам сказали. Апостолам. Тогда мы запишем апостолам и больше никому. Так Златонусу не нужен 12-го. Василий Великий не нужен. Все святые отцы, они не апостолы. Они пришли спустя столетия. Златонус в 507 году, в город Рождества Христова. А он говорит, Златонус, я ничего не успею. Отдельно, если вы не понесете слово, которое я говорю вам. Придешь домой, расскажи жене. Жена расскажет служанкам. Не молчите. Идите. Благовествуйте. Мир погибает. Я прошу помолиться. Мне предстоит выступление, может быть, большое. Рассказать всю обстановку в стране и во всем. Думаю, молюсь. И чтобы на ней речь не затянуть. Сказать в стране у нас официально, на сегодняшний день это уже устоявшие данные, погибло 51 тысяча селых деревень. Тысячи. Не пять человек. Вот когда мы начинали строиться здесь в 91-м году, в это время в Алтайском крае погибло 440 селых. Полностью исчезли. Некоторые еще один или два человека где-то. Но там ничего больше нет. А ведь это государство образующая основа. Здесь были пруды. Здесь были сады. Две пасеки. Я только знаю, что. Несколько овцеперм, свиноперма, телятик отдельно, коровник, лошадиная перма. Маленькая деревня. Все тут 269 человек. Итак, будем ли мы здесь еще когда? И что будет дальше? На нашей земле вожделение, зависть. Облизываясь смотрит миллиард. Весь мусульманский мир. Там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый ряд. Потому что когда собираются и говорят, а сколько у вас в Красноярске край там? Ну, самое больше 47 человек на квадратный километр. А в Китае 670. Ну, справедливо или нет, спрашивают наши руководители. Почему? Земли ваши пустые, а наши друг на друге, да горы делают ступенями. Завозят там землю какую, чтобы что-то вырастить. И как они в помещениях сегодня показывают, там один над одним. А как правильно? Бог знает как. Бог устроит и посмотрит. Я видел доводие, когда ехали до Владивостока. Они для кого-то строятся. И кто-то там будет жить такое. Так в Армске обращаться с землей, как у нас нигде. Нигде. Мы в Бермании, мы все государства Европы проехали. Ограждение. А у нас на 101 метрах завалено все. Завалено мусором. Везде, где бы мы ни были. Чтобы чистый был лес. Где город там есть. Почему? Как говорят, менталитет такой. Люди не знают ни Бога, ни для чего они живут. У нас поприще непостижимо огромное. Где бы ты ни был. С чем ты пристанешь перед Богом? Вот представьте, я обращаюсь за помощью. Нам нужны инструменты какие-то. Нам нужны одеяла и начальник детского. Лагерь директора, 45 лет был. Стою у работника краевой администрации. И в это время стоит еще один человек. Я ему говорю, нам такое-то нужно достать где-то. Там матрасов не хватает на половину ребятишек. Муки нету, то другое. Я впоследствии не знаю, знаю, что у него знакомое. Это отдел кадров, и он везде все это знает где-то. А рядом стоит человек. Он повернулся к нему и говорит, слушай, Иван Иванович, ты умирать думаешь? Вот понимаете как? И тот сразу как-то говорит, иди, выйди, в коридор тебе все расскажет. Да ты перед Богом пристанешь голый. Много награбил, у тебя все есть. Он знает, что у него честное все. Он говорит, а сколько вам надо? Я бы сказал, что овсянки были, сколько-то. Они привезли сюда потерянку 4,5 тонны. 4500 килограмм. Тогда первые годы все раздавали. Муки сколько надо? Матрасы, сколько надо? Одеял, сколько надо? Он только спрашивает и записывает. И через неделю все выполнил. Умирать думаешь? Вот как Господь делает. Умирать это не надо бесплатно быть. Надо работать и смотреть. Я когда считаю, здесь север как обиходят. Не православные. Зимой. 53 градуса мороза. А тут вода нахлынула, она через гелтамгель. И они провалятся там с машины, сколько колес. И как они вытаскивают, все замерзает. Считать даже страшно. И это присылает мне отпечатанный человек, который приезжал к нам не один раз в библейское общество. Сибирское. Была там в лице. Мы-то зимой-то никуда не движемся, никому не... А они до самого севера до Ледовитого доходят. Не православные. И они везут и подарки, и питание. Главное слово Божие. А они язычники. Он говорит, как надо за собой смотреть внимательно. Она что-то на печне никак не растопляется какая-то. А я сижу и говорю, ну всерашнее таможное еду-то уж теперь и выбросить, и все равно готовить будет. О, я не забыла. Она сразу говорит, бери, подошла. Вся наша кастрюля приснула. Матушка Тундра, бери. То есть они как бы одобрили это. А она поклоняется Тундре. Ну вы не поклоняетесь нашим березам? Вот как нужно научиться видеть тебе нужда где? Кому-то пишите, кому-то звоните, родственники приезжают. Не молчите. Говорите о скором пришествии Христа, о любви Его. И на нас Господь сегодня сеть забрасывает. Деяние 5.20. Идите, и ставшим во храме говорите народу сессии слова жизни. Идите в храм, который вам не принадлежит. Зайти и говорить, я бы никогда не подумал даже. Недавно один у нас такой появился в интернете. Он прямо во время, видимо, службы. И давай говорить. Не надо кончиться. Выйдет народ. Да маленько от храма отойди, чтобы тебя не обвинили где-то. И начинать тогда говорить, если тебе дано. Не просто вот. Хочешь, я Господь буду говорить. Это апостолы шли. Это рыбаки вышли. И самые знаменитые философы умолкли. Потому что у них ничего нет. Умрешь, все останется. Какой выкуп за душу свою. А верующим в Бога никогда не последится. Матфея 4.23. Еще три места. Сейчас мы увидим, где надо пойти к кому. Как именно идти. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия. И исцеляя всякую болезнь и всякую невость в людях. Мы можем только сказать молитесь. Мы не можем так, чтобы я пришел в больную лежать. Но Бог и делает так иногда. Сегодня только получил известие. Один сильно болеет животом. Там что-то у него. Я вчера молился. Не знаю, что он сегодня пишет. У меня боль перестала. Все время была. Я с одним сидел в одной камере здесь. Когда освободился. А жена у него. Главная рыбака Алтайского края. Она лежала в больнице. Лежала без памяти. Ну, запустили в палату. Я встал на колени. И около кровати стал молиться. Она говорит. У меня глаза вдруг открылись. Я вижу что-то бородатое, волосатое. Я говорю. Что это? Кто? А потом стали ближе знать друг друга. Засвидетельствовали. Они с мужем приезжали. Ему 14 лет давали. Жутко сказать. Но Господь помог раньше выйти. Иеремия 16, 16. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и буду ловить их. А потом пошлю множество охотников. И они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелья скал. Это речь говорится о том, как еврейский народ будет собираться в обитовную землю. Они по всему миру растели. Везде евреи есть. Конечно, пахать он не будет, на комбайне не будет. Есть такая еврейская автономная область здесь, на Востоке. Прямо специально стали их туда выставить. Я говорю, называют, у них еще нет. И пилаты все называются, сари. Я говорю, а сколько здесь? Вот столько там. А сколько в Север? Он говорит, ни одного нет у всех в городе. А кто там? А там наш русский человек работает. И вот их, чтобы собрать, Господь говорит, вначале пошлю рыбаков. То есть, на удочку что-то навешивается, чтобы рыба глотнула. Так, говорит, как хорошо дома. А потом пошли охотников, разговаривать не будут. Погонят, начнется гонение, притеснение, и они все соберутся. Господь говорит, когда мы к Богу не идем, такие милости Бог оказывает. Все-то у нас есть. Ну, выгляни ночью, посмотри, какое небо над тобою. Я все удивляюсь, над нами трасса идет, туда самолеты летят. Все время. Вот не на рыб, не на кочке, а прямо посередине потеряете летят. Это что-то значит. Помолитесь о тех, кто сейчас были раньше аварии. Господи, дай им добрые мысли, чтобы там кто-то нашего Евангелия, может, раздает с чем-то. Бытие 1, 28. Какую власть нам Бог дал, сейчас вы видите? И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Владитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Господствуйте, не покоряйтесь. Конечно, тяжело, когда бывает, человек встанет утром, а ничего нету. Стайки пустые. За ночь угнали, уже продают на базаре твою скотину. Это здесь было. Бога благодарен за то, что есть, что есть такие рыбаки апостольские. И они, эти рыбаки, написали Евангелие, притом закон один. В том государстве, которое рядом, рядом Казахстан, их закон на нас не действует. Да и здесь законы, какие были, они другие сменились уже 30 лет. А Божий закон 2000 лет для всех государств. Да поможет вам Господь быть истинными рыболовами уже живых людей. Богу нашему славу в веки. Аминь. Аминь. Аминь.